Во время чрезвычайной ситуации нам сказали разбежаться по домам, и мы немедленно бросились страдать. Но есть целая категория людей, в жизни которых практически ничего не изменилось. Ключевое, правда, практически. Это художники. Они как сидели в своих студиях, так и сидят. Как писали картины, так и пишут. Как продавали картины, так и продают. И арт-галерея Мюзу МЛВ ярко тому подтверждение. Да, физически сейчас все выставки закрыты, но практически аукционные продажи продолжаются, продолжаются довольно активно. Поэтому те, кто хочет и может позволить себе окружить себя прекрасным, именно этим сейчас и занимаются. Так что единственное, что путешествует в сегодняшнем мире, это живопись. Здесь очень сложный вопрос в том, каким образом каждый художник реализует свои работы. Кто-то, в принципе, продает свои работы через интернет, а кому-то важна именно выставка. Но я не думаю, что будет как-то больше конкуренции. Просто у всех случилась отложенная жизнь. Когда все откроется, точно так же эта жизнь продолжится в том же ритме, в котором она была до. Ну, будет немножко больше работ у каждого. Ну, будет из чего выбрать самые-самые лучшие. Поэтому я и решила заглянуть в так называемый бэкстейдж карантинного арта. В Мюзеум ЛВ еще в начале апреля должна была закрыться потрясающая выставка Илзы с Милзами и открыться огромная экспозиция, посвященная балету. Но, как говорится, мы предполагаем, а правительство располагает. Располагает информацию, когда это все закончится и доколе, так сказать. Но благодаря этому картины Илзы в Мюзеум ЛВ задержались. А значит, у меня есть возможность познакомить вас не только с ее работами, но и с самой художницей. Для этого мы отправились в ее студию. Конечно же, соблюдая все меры безопасности. Продолжение следует... innen-корч-даг? Нолог! Rekу-даг! Баигаис, угунсмейстарс! В моей жизни не было ничего не понравилось. Я не знаю, что человеку не понравился. Я думаю, что, у которых есть работа, они не понравились. Я не знаю, что это так много времени, но это так много времени, но не понравилось. Пошлайк я глязнусь на дарбу тесну музею, и у меня будет иггадая баллась изстада, и сейчас 16. мая я лечусь, и я работаю на то, что я страдаю. Ну, тут, да, есть ищи, но это было не забывается. Техто не делаете, но я очень долго думал, как я чувствую, как будет, как будет, что в этом случае будет. И я Herrn Зielา, как бы я сейчас недели судьбю, Я потом закрепо. Да, что я глезнусь. И я думал, как я глезнусь. Кому будет композиция, куда-то, на какое-то спасение. Но на самом деле, я глезнусь неисправно. Даудзи не могу глезнусь, потому что это очень много, Пленировать пленера, глязать, потому что тази дебеса манит так, что я не могу изменить. Но у меня появилась какая-то фиксирования, какая-то кадри, какие-то спилктовые вещи. Тази дебеса, ну, как-то, я не могу импровизировать. Потому что паспето не можно. Пять минуты все не можно. Я думаю, что все дреба клюстся по глязношам. Но я не знаю, что ты уехал, что я не смешал. Ну ладно, я могу глязно. Это было 15-го года в Пекине. Ну, как мако. И мне это было. Он мне кажется, что это было. Да, это было риндом. Я с рестаурацией, я снялся, ну, снялся, потому что нет, потому что у меня рецепты устроили, потому что нет. Вот, здесь все красиво, здесь эстетичен каждый штрих. Субтитры создавал DimaTorz. Мэти гадить, что скатистерам будет лучшем. Возможно, что он изменивается, что мне кажется, что у меня есть еще один работа, который будет тематизм, но это все так. Она одновременно очень искренняя и очень загадочная. Я вспоминаю Рене Магрит и Сальвадора Дали. Во-вторых, у каждой картины есть своя история о создании. На них изображены обычно люди, которых Илза когда-то встречала в жизни, а также друзья, знакомые или родственники. Мне очень понравилось все шнурки, столы, трубки и металлы. Да, я Ригу не могу видеть. Это события, которые с ней происходили, моменты, которые она видела лично, пытается их передать и нам. Например, дети, которые запутались в сетке. Это аллегория, потому что наши дети, ну что там наши дети, мы сами проводим огромное количество времени онлайн. И нам кажется, что это легко, это некая игра, но на самом деле это вообще не свобода. И мы немножко запутались и немножко заигрались. И еще есть две картины, которые мне ужасно нравятся, они взаимодополняют друг друга. Это такой мой любимый дуэт. Это действительно существующая бабушка, которая живет где-то на отшибе в какой-то далекой деревне, присматривает за церковью и иногда звонит в колокола. Когда? Когда вздумается, вот как Бог на душу положит. Может быть в 15-40, может быть в 19, может вообще не позвонит. И так как колокола звонят не когда вздумается, то местные жители действительно собираются посмотреть, что же происходит. Но местных жителей мало, потому что молодежь, как полагается, разъехалась, а старики, как правило, умирают. И грустно, и трогательно, и мило. Здесь была еще одна картина, которая мне ужасно понравилась, но позавчера ее купили, так что пусть этот сюжет останется интригой и тайной. Работы Илзы можно посмотреть и купить на сайте галереи, будут и новые шедевры. Как говорит сама автор, вокруг еще так много облаков, и так много из них еще не написаны. Пишите, Илзы, пишите, а мы будем восхищаться.